Строительство зимника по маршруту Наринмар-Тельвиска началось. Устройством и обслуживанием зимней дороги до населенного пункта занимается подрядчик компания ТСК. Работы на дороге ведутся бесперебойно и постоянно находится техника. Как скоро ждать открытие зимника Наринмар-Тельвиска и какие трудности стоят на пути трактористов, накатывающих временную дорогу, в материале Ольги Русул. Планируется, что зимняя дорога в центре телевисочного сельсовета будет проложена к концу декабря. Сейчас работы в разгаре. Подрядчик ООО ТСК к устройству зимника приступил сразу после того, как позволила погода. Ведь на маршруте следует построить ледовую переправу в протоке Казенная Виска. Но одного мороза мало. Снега мало, но снег подвозят на машинах. Здесь пока хватает. На сегодня хватает снега. А еще сегодня будут возить. Подрядчику предстоит соорудить зимник быстрыми темпами при максимальной механизации работы. Снега мало. На самом деле снега мало. Очень малоснежная зима пока на данный момент. Приходится переправы, переезды, засыпать много снега. А возить, соответственно, с города же не будешь. Приходится с дополнительных полигонов возить. С утра и до позднего вечера без перерывов и выходных на возведение временной дороги трудятся два бульдозера, амкадор, два самосвала. Кроме того, для обустройства зимника подрядчики используют ручной инструмент, мотопомпы, электробензогенераторы. Этот зимник обойдется окружному бюджету в 5 с небольшим миллионов рублей. Его протяженность 5,7 километра, ширина 9 метров. Будет установлено 42 дорожных знака, 254 деревянных вехи со светоотражающими элементами. Расчетная интенсивность движения транспортных средств до 150 автомобилей в сутки. Официальная зимняя дорога устраивается второй год подряд. В этом году место проложения трассы будет немного отличаться от прошлогодней. Он немножко в сторону берега ушел. То есть получается отсыпка, действующий водопровод, действующий по КТС. Мы просто отступили от него 10 метров и получается он сейчас немного туда, ближе к берегу. Зимняя автодорога Нарьин-Мар-Тельвиска необходима для легализации автомобильного движения между двумя населенными пунктами. Работа обеспечивается в рамках окружной и государственной программы развития транспортной системы Ненецкого автономного округа. Ольга Русов, Леонид Шишлов, Телеканал Север.